подожди здесь явно что-то не то это что за параллельная вселенная вот это другое дело привет ребята я обеспокоен прежде всего обеспокоен именно как холдер биткоина и вы поймете почему если досмотрите это видео до конца эфириум снова стал хайпить неожиданно правда запуск эфириум 20 запланирован на 3 января 2020 года до основа на горизонте замаячил призрак смарт-контрактов неужели через полгода мы все-таки получим уже это так много раз откладываемое внедрение proof of stake что значит что вы по сути начнете получать проценты за то что держите эфиры я уверен что эфириум вполне себе может разогнаться перед этим релизом если конечно его снова не перенесут поэтому многие трейдеры считают что сейчас самое время открывать лонги по эфириуму с краткосрочными целями 310 и 350 долларов не забыв при этом поставить стоп лосс на уровне 263 доллара это не мой совет если что это просто идея на трейдинг вью но есть одно но о котором мне нужно упомянуть говоря об альткоинах в данной ситуации смогут ли аль ты опередить биткоин в одном и том же таймфрейме этот вопрос остается открытым для нашего криптовалютного брата в этом свете я хочу раскрыть вам пару грязных секретов биткоина начнем с доминирования битка на рынке перед вами график доминирования рыночной капитализации биткоина недавно он сильно вырос с 50 до 60 с половиной процентов после чего немного откатился сейчас восстанавливается и составляет уже 57 процентов проще говоря 57 процентов всех денег на криптовалютном рынке находится в биткоине на данный момент хотя мне кажется что скорее всего эта цифра окажется еще больше если мы уберем из математической статистики все уже мертвые проекты с дутыми капитализациями собственно и зачем переживать ну растет доминирование биткоина и что дальше но давайте копнем глубже посмотрим что именно прячется под нижним бельем этой информации это график рыночной капитализации всех криптовалют включая биткоин если мы наложим этот график на график доминирования биткоина мы можем заметить некоторую корреляцию характеры движения этих двух графиков взаимосвязаны такой вывод мы делаем к примеру с апреля так называемые новые деньги стали перетекать в биткоин пока не перетекли практически полностью и как следствие мы видим такой высокий показатель доминирования биткоина на рынке если вы не обратили внимание я сказал так называемые новые деньги и сказал это не просто так на самом деле в это время на рынок пришло не так уж и много новых денег как могло показаться на первый взгляд это график всей рыночной капитализации криптовалют включая биткоин за последнюю неделю определенно ясно то что график имеет восходящую тенденцию все это видят но учитывая как долго я слежу за рынком криптовалют я ожидал что восхождение этого графика на фоне безумного роста биткоина будет происходить куда быстрее по крайней мере именно так было в прошлые разы когда биткоины резко рос обычно чтобы биткоин так быстро вырос требовалось больше денег чем то количество которое мы наблюдаем сейчас итак вопрос почему сегодня для безумного роста биткоина денег нужно значительно меньше что же есть причина я хочу показать вам еще один ресурс который достаточно хорошо подпитывает биткоины уже давно давайте для этого перейдем на сайт миссари посмотрим на то какую прибыль по отношению к доллару сша демонстрировали основные альткоины за последние 7 дней выглядит действительно хорошо не так ли смотрится как настоящий достойный бычий рынок но что если я скажу вам что это далеко не так альткоины не находятся в бычьем рынке и давайте я попробую доказать это посмотрим на то же самое только не по отношению к доллару а по отношению к биткоину потому что если вы покупаете альткоины он растет вы счастливы но тут вы видите что что-то росло еще быстрее чем ваш альткоин и в этот момент вы чувствуете то что называется синдромом упущенной выгоды это происходит с каждым человеком постоянно всегда есть лучший вариант как можно было бы лучше поторговать но я не вижу особенного смысла об этом беспокоиться слишком сильно однако хочу посмотреть что было бы выгоднее за последние 7 дней держать bitcoin или любой другой альткоин да конечно есть несколько альтов которые показали хорошие результаты за эту неделю но все остальные все остальные просто ужасны в таком свете альткоины будто бы находятся в медвежьем рынке и очень брутальным при этом давайте посмотрим не за неделю а за месяц может что-то улучшится не намного ребята не намного для большинства все осталось также плохо кроме грина св линка и некоторых других многие же показывают падение на 20-30 процентов по отношению к биткоину за последний месяц но раз такая пьянка пошла давайте позволим себе посмотреть динамику за последние три месяца и вот теперь по-настоящему видно масштаб трагедии минус 20 минус 30 минус 60 процентов даже просто смотреть на это больно а как насчет вообще целого года все очень плохо почти все потеряли от 50 до 80 процентов по отношению к биткоину минус 98.42 процента рчей в любом случае ребята что мы увидели мы увидели что большинство альткоинов тонут по отношению к биткоину и тонут очень глубоко не стоит говорить что альткоины умирают или мертвы и потому что мы знаем что такие вещи обычно как волны идет синусоида роста вслед за ней синусоида падения но все равно ребят это очень брутально думаю проблема в том что альткоины обещает слишком много зачастую ничего толком и не предоставляя а биткоин остается единственной монетой которая имеет вес но есть еще кое-что последний настоящий бычий рынок был совершенно не такой давайте разберемся и в этом утверждении более подробно чтобы понять что тут вообще происходит вот что было найдено на бесконечных просторах твиттера биткоин впервые достиг 9000 долларов 27 ноября 2017 года теперь когда биткоин снова вернулся к отметкам в 9000 долларов что изменилось количество платежей биткоинах с тех пор упала на 20 процентов объем транзакции упал на 69 процентов однако и комиссии на транзакцию также упали количество активных адресов упала на 19 процентов да мы уже в прошлых видео говорили что количество пользователей последнее время начало увеличиваться но до исторического хая еще далековато зато хешрейт вырос на 419 процентов кое-кто глядя на эти цифры уверенно скажет ой да переоценен ваш биткоин сегодня по сравнению с тем что было в ноябре 2017 я бы не говорил слова переоценен но в любом случае эти цифры ну скажем так совсем не хороши исходя из всего что мною уже было сказано я могу подытожить что рынок сейчас совсем не такой здоровый от слова здоровья как может казаться как бы мне не хотелось но сухие цифры говорят что использование биткоина до сих пор ниже чем 2017 году а альткоины находятся в брутальном медвежьем рынке по отношению к биткоину и при этом новых денег которые входят на рынок выясняется не так уж и много как всем казалось некоторая часть топлива для роста биткоина оказалась выходом людей из альтов в пользу биткоин а теперь главный вывод всего видеоролика которому я подводил свои мысли и вас заодно я боюсь что биткоин может удивить всех огромной волатильностью при этом абсолютно не считаясь с тем что происходит с остальной частью рынка ну и конечно же немного грустно что биткоин все-таки не используется как валюта вообще массы доказали что биткоин им интересен больше как средство сбережения нежели средства обмена это еще один секрет биткоина и возможно все не так плохо да ведь мы можем использовать простое защищенное легко транспортабельное и никак не подверженное риску быть конфискованным средство сбережения да и к тому же очень доходное средство сбережения просто вдумайтесь насколько крутое это изобретение конечно совсем не для этого изначально задумывался биткоин и думать о нем только как о средстве сбережения значит ограничивать его полезные способы использования зачем вы превращаете биткоин во что-то похожее на огромную финансовую пирамиду они в мировую валюту которая превратит любого человека в банк даже там где банков никогда и не было думаю еще один главный вопрос который нужно задать а сможет ли вообще биткоин выйти из гонки криптовалютных конкурентов победителем и преуспеть будучи только средством сбережения и больше не иметь при этом никаких полезных функций сможет ли спасибо что дали мне выговориться и не перебивали мне нужно было просто освободить свою душу от тяжести этих накопившихся за долгое время сомнений хотя с другой стороны чего мне вообще жаловаться биткоин вырос портфель увеличился в три раза значит биткоин для меня должен быть хорошим но я сам покупаю что-то за bitcoin в нет уж не дождетесь чтобы я сейчас тратил свои биткоины вот и получается что я тоже делаю биткоин просто средством сбережения огромной пирамидой и жалуюсь то я тоже на самого себя и я сам являюсь причиной своих страхов и сомнений думайте и богатеете до скорого посмотрим что прячется под нижним бельем этой информационной сучки хотел сказать а